Девушки отдыхают Такие свадьбы встречаются чаще всего Но бывают и такие свадьбы, что попросту ни на что не похожи Добрый вечер, дорогие телезрители и гости нашей студии В эфире ток-шоу «Открытая студия» В 21 веке понятие свадьбы, когда невеста в белом свадебном платье, жених в строгом костюме, а рядом свидетели становится неактуальным Сейчас многие молодожены стараются отметить этот торжественный день оригинальным способом, чтобы запомнить его на всю жизнь И я рада сегодня приветствовать у нас в студии креативных ведущих свадеб Сергей Жужа, Ирина Будрис, аниматор Жумабек Каражанов, декоратор Анна Мищенко, а также пары, которые отличились своим необычным подходом к проведению свадьбы Это пара Ерлан Казбаев, давайте поприветствуем И его супруга Алена Казбаева, а также Медед Мергалиев и Венера Мергалиева Конечно, хотелось бы задать вопрос сначала нашим ведущим, Сергею Ирину Вот скажите, современная, модная, красивая свадьба, какая она? Что на ней должно быть? И обязательные классические элементы, новинки, какие вот должны быть? И от чего стоит отказаться? Конечно, есть определенные законы и каноны, которым придерживаются многие молодожены Потому что на свадьбах присутствует разный возраст Есть и взрослые люди, есть и молодежь Молодежи, конечно, обычно хочется суперкреатива Они хотят появиться и в коротких платьях, и с сырокезом на голове А также родители все время ограничивают Ограничивают возможности, но и это верно Да, и возможность нашим молодоженам, как говорится, креативить по полной Они могут наворотить неисправимых дел Вот, поэтому здесь все время мы придерживаемся Каким-то определенным моментом, который нужно выявить на свадьбе В первую очередь, главное, это хорошее настроение на свадьбе Чтобы все гости чувствовали себя в своей тарелке Есть классические свадьбы, есть свадьбы более креативные, такие как стилизованные свадьбы Либо можно свадьбу выявить в какой-то цветовой гамме Сергей, вот сейчас в моду вошли необычные свадьбы Были ли в вашей жизни, работая организатором свадьб, вот такие необычные креативные свадьбы, которые вам запомнились? Креатив, он заключается в чем? Креатив заключается в настроении гостей Я говорю сейчас чисто от себя, то есть от того человека, от того шоумена Который не работает с особенно большим реквизитом, да, с переодеваниями гостей и так далее То есть креатив, вот, например, с моей стороны зависит, креатив молодоженов, это, конечно, вернее, креатив на свадьбе зависит от настроения гостей А если они пришли с настроением поддержать молодых, то они, соответственно, и поддержат молодых Я имею в виду свою энергетику и своими какими-то танцами, своими какими-то там песнями, не знаю, эмоциями И в этом, я считаю, в этом зависит, наверное, и креатив на свадьбе Сейчас есть на разные темы свадьбы, да, и одна из них это тематическая свадьба У вас была такая свадьба? Конечно, конечно Вообще, касаемо тематики, вот, тематические свадьбы, это, опять-таки, зависит только от пожеланий гостей И наше дело предложить, да, как какие-то режиссерские моменты сделать Предложить направление выбрать свадьбу, выбрать свадьбу, молодым выбрать А нам уже сказать, что подготовить и так далее Но любая тематическая свадьба зависит, еще раз повторяю, не от ведущего Не от самих даже молодоженов, а зависит от настроя гостей Если они готовы поддержать молодых, а деться прийти под РЭСКОДу в той же самой тематике, которую предлагает им жених и невеста То свадьба, я уверен, на 110% удастся Какой бы там креативный ведущий был, не был бы, или не очень креативный ведущий Свадьба удастся, если вы Видели вашу одну из свадеб, это в Гавайском и еще в Теляге Вот очень поразила эта пара, когда все гости пришли, это уже в необычном И вы сами были так же одеты Еще раз говорю, мое дело просто подготовить минимум Подготовить конкурсы, дать направление жениху с невестой Чтобы они сделали, дали указания гостям, как подойти к их торжеству И если гости поддержали, то наша задача просто щелкнуть пальцем А настроение, оно уже само по себе у гостей будет Замечательно, ну давайте теперь зададим вопрос Ане Анна, как вы давно работаете декоратором? И были ли такие пары, которые подходили к вам с такой необычной просьбой Насчет декорации, вот свадьбы, оформления какого-то Поделитесь с нашими телезрителями Работаю я уже 4 года в этой сфере Как правило, ко мне приходят невесты И у каждой невесты уже есть какая-то задумка Может быть, у них интересная история И я вот именно люблю предложить невесте то, что выйдет из их жизни И отличие именно свадьбы каждой Это когда проходит какая-то такая тонкая ниточка по жизни Может быть, как-то пара интересно познакомилась Может быть, жених, когда он был в статусе жениха, да Дружили они Он ей сделал какой-то оригинальный подарок Говорят, идеальная свадьба это тогда, когда невеста в конце свадебного торжества признается Я и представить себе не могла, что моя свадьба может быть такой И сегодня я рада приветствовать у нас свадебные пары Которые отличились своим необычным подходом Конечно, их много, да, в городе и вообще по всей стране Но именно то, что вы сегодня согласились сегодня прийти к нам Рассказать телезрителям о своих эмоциях Поделиться своими впечатлениями Я благодарна вам за это Расскажите, пожалуйста, Ерлана, Алена Как вы познакомились вообще? Телезрителям будет интересно узнать Вот вы такая необычная пара Мы знаем, что вы на свадьбе были вот в таком образе И Алена была Но сейчас мы посмотрим сюжеты и увидим Ну, как мы познакомились Эти моменты, наверное, больше помнят Алену А почему не? Потому что я мужчина Ерлана работает в одном из ресторанов города Меня пригласили туда тоже работать Он работает певцом И меня тоже пригласили в этом же качестве работать И вот мы познакомились Сколько лет вы сейчас в браке? Еще года нет Еще года нет? Недавно поженились? Замечательно Но расскажите вот, а как он предложил вам выйти замуж? Это было тоже какое-то оригинальное такое предложение? Или обычное? Раз у вас такая реактивная свадьба была? Я бы не сказал Все было банально Нет, я бы не сказала, что это просто оригинально было Как свадьба Такого необычного предложения не было Спасибо Наверное, сейчас Наверное, телезрители все ждут Что я скажу Сейчас я прискакал там на белом коне С цветами Нет, такого ничего не было Я просто пришел и сказал Ты выдержи меня И причем не дождался ответа Я знал, что она скажет Да То есть вы были уверены с самого начала А чем очаровала вас Алена? Это была любовь с первого взгляда? Можно сказать и так Ее красивые глаза Я до сих пор смотрю в них И не можете налюбоваться Не могу налюбоваться Вот В основном мы делали акцент Чтобы свадьба хорошо прошла А не там предложение какое-то там оригинальное Я не знаю, я даже почему-то об этом не задумывался А чья была идея, Алена Внести такой креатив на свадьбу? Ну, конечно же, жены мои Аленкина идея была В основном она рулила, она на свадьбе Там, декорации А как отнеслись родители вашего, друзья? Родители полностью доверились нам Сказали, ну что хотите, то и творите Главное, чтобы жили Меня поддержали, конечно, родители Я начала названивать своим гостям Просить, чтобы взрослые мужчины И кто будет поменьше Там Братья были в бабочках Обязательно на шее была бабочка Вместо галстука А женщины были с аксессуаром в виде бабочки Это мог быть браслет Там, кольцо какое-нибудь Чтобы обязательно видно было Что это вот бабочка Или украшение какое-нибудь Или на голове что-нибудь в виде бабочки И, в принципе, меня все поддержали Мужчины в основном пришли в бабочках Не было таких Очень Но свадебный наряд у вас тоже отличался Какой-то оригинальностью Ну, у меня на голове была красивая бабочка И у нас именно вот Цветовая гамма была розово-белая А почему Алена вот именно бабочка А не лебедь там, допустим? Просто в одно утро я проснулась и решила А почему бы нет? Почему бы не бабочки? Это порхающие, легкие такие И вот обычно делают Невест берут Вот сейчас модно То, что несколько подружек невест То есть вот невесты, да Еще в одинаковых они платьях Да, вот сейчас А я вот решила выделить То, что если бабочка То бабочки же, они же разные Соответственно, у меня были подружки Все в разных платьях Может быть, Алена просто упустила Не сказала Было, на самом деле, еще оригинальное поздравление От невест к жениху Вот это поздравление, на самом деле Достойно нашего внимания То есть это было оригинально Это то, что вы говорите Оригинальное было поздравление В том-то и дело Подарок был необычный Взрослые все ждут, когда А вот давайте посмотрим Ну давайте посмотрим Алена, это был такой необычный способ у вас Выразить все свои чувства Любимому супругу Ну да, конечно Я хотела, чтобы самое главное Понравилось ему Чтобы это все оценили также зрители Гости Чтобы всем всем понравилось Ну самое главное Тебе понравилось? Безусловно, мне понравилось Я даже прослезился, наверное Было тронуто очень таким вниманием А вот с твоей стороны Было что-нибудь такое необычное? С моей стороны Да Были Наверное, Ярлана Ярлана не скромно будет говорить Про самого себя Что он очень хороший певец Поэтому Можно я отвечу на его вопрос? Конечно, можно Они там такой бэнд привезли Там такое шикарное было выступление Где-то на полчаса И все это было сделано для Алё Были ребята Лайфбенд Таймскавер Вот Вместе с ними Да, да, да Мы на своем плаву Спасибо Конечно Новизна и экзотика Это очень замечательно Но не нужно забывать И о наших многовековых традициях И обычаев И которые уходят далеко в прошлое И дают опору будущему А ведь эти обряды Действительно привлекательны Своей мудростью Национальным колоритом И я очень рада Сегодня У нас в студии гости Которые Отметили свою свадьбу Вот в таком национальном стиле Расскажите, пожалуйста, Медед Вот чья была такая идея Организовать Вот такую свадьбу В казахском стиле Необычную Честно говоря, у нас совершенно другой менталитет Вот я слушал своих предыдущих собеседников Как они договорились и создали свою тему на свадьбе Мы тоже решили устроить необычную свадьбу в национальном стиле Я сам работаю в Доме культуры И с идеей мне помогла моя коллега Жамига На свадьбе соблюдались все обычаи и традиции нашего народа Особо отличилась наша свадьба тем, что мы приехали в ЗАГС не на машине, а прискакали на лошадях Нас сопровождали 10 девушек и парней в казахских национальных костюмах Благо водители отнеслись с пониманием и нам уступали дорогу И ГАИ тоже не останавливали Также на нашей свадьбе мы устраивали казахские национальные игры Как Алтабахан, Ахсиек и другие Давайте просмотрим тоже фрагменты из этой свадьбы Когда вы отличились вот таким необычным подходом, своей оригинальностью ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну конечно мне бы хотелось, чтобы они сегодня пришли к нам в студию в своих нарядах Чтобы зрители воочию увидели, убедились какая у них, но к сожалению К сожалению, 6 лет назад у меня формы были совершенно другие Я был намного стройнее Конечно, хотелось бы сегодня прийти в костюме, чтобы зрители увидели наши наряды Но вот не получилось Надеюсь, наши фрагменты из свадьбы понравились нашим телезрителям Дорогие телезрители, у нас сегодня в гостях Жумабек Каражанов, аниматоры Многие знают телезрители, что его клип о казахской свадьбе победил в передаче сам себе режиссер в номинации «А вам слабо» И вот Жумабек, он придерживается вот в своих клипах именно этих обычаев и традиций казахского народа И тот мультфильм, который его победил, действительно покорил сердца россиян Вот как вы думаете, Жумабек, чем он привлек ваш этот клип? В первую очередь россиянам понравилось то, что эта свадьба пластилиновая Она выполнена в казахских народных традициях, это во-первых И во-вторых, одежда тоже казахская И им было интересно посмотреть на своих ближайших соседей, как у них свадьбы проходят Все это было, конечно, прикольно, немножко по-простецки сделано, но очень понравилось все это И что еще хочу сказать, что музыка, которая звучала, это там как раз наши три самых знаменитых казахских песни И сделали имитацию под кобыз К сожалению, моя скрипачка на кобызе не играет, но в общем получилось так То есть это единение произошло и музыки, и формы Поэтому вот это как раз и послужило основной причиной нашей маленького успеха Ну давайте посмотрим фрагменты из этого мультфильма Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Жумабек, вот мы просмотрели ваш замечательный клип, который принес вам такой успех О вашей памяти остались какие-нибудь незабываемые оригинальные свадьбы? У нас сегодня тема необычные свадьбы У меня была свадьба как раз на день города, на 400-летие нашего города, как раз на стадионе имени Атаяна происходил все праздник города И там устроили парад невест На этом параде невест выбрали, я сейчас не помню точно сколько, 10 или 12 человек что ли было, там пар супружеских Они были самые разные, самые необычные какие-то, по-моему даже одна испанка что ли была Моя свадьба была там, значит девушку звали Айгуль, она казашка, муж Михаил из Москвы То есть как бы единение России и Казахстана произошло Ну и фрагменты сейчас мы можем посмотреть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень такой нежно-красивый романтический танец мы только что просмотрели с вами И еще раз я бы хотела вот сейчас спросить у вас, да, вот ведущие организаторы свадьбы Скажите, вот на свадьбе вот у вас часто бывали какие-то непредвиденные ситуации, может быть... У меня была непредвиденная ситуация, меня об этой ситуации правда предупредили прям за несколько часов до начала торжества На свадьбе была одна невеста Вот так А жених... Я думал, до свадьбы была одна невеста, а во время свадьбы другая невеста Куда жених делся? Там получилась совсем такая форс-мажорная ситуация, просто не пропустили через таможню парня Переживаний было вообще, то есть там бедную невесту успокаивала вся родня, но родня сработала так классно, что невеста пришла на свадьбу в шикарном настроении Все гости там веселились, танцевали, зажигали Свадьба, мне кажется, даже настроение свадьбы немного завышала тот предел, который возможен вообще на свадьбах Было все очень классно и здорово И мы немного перефразировали тематику нашей свадьбы, мы сделали это проводами И я считаю, получилось очень классно, даже немножко шутили, говорили, что к концу свадьбы у невесты останется губная помада на губах Как это таможню могла не проносить в такой течке? Представляете, очень долго решался этот вопрос, но все же вот так вот получилось Кстати, у нас сегодня должен был тоже приехать гость, но он, к сожалению, не смог так же, как и на свадьбу свою попасть Это с Букей-Ардинской области, жених не смог приехать и на свадьбу свою из-за буранов Тоже машина сломалась, и вот невеста тоже, вот такая аналогичная ситуация произошла Подключусь я к разговору, тоже насчет погодных условий, всегда у нас есть план Б Но вот одна свадьба у нас невеста прям захотела, сильно захотела на улице сделать красивую регистрацию, выездную Мы все в зал оформили, все вышли на улицу, красная дорожка, в конце арка, тут входная арка с занавесом, очень красиво Мы с ребятами остались там, в ресторане, ждали, когда приедут молодые, чтобы уже все проконтролировать, если что, там подправить, убрать Погода была изумительная, солнце, и вот до приезда остается где-то минут 40, ну там сидим в укромном уголочке, вдруг сгущаются тучи То есть ничего, вообще непредвиденные такие обстоятельства как раз и получились Пошел ливень, был невероятный такой штормовой ветер, у нас вот эта дорожка начала взлетать, мои ребята там тяжелые вазоны начали расставлять Тут приехал жених, паника была невероятная, невеста должна приехать, регистратор уже на месте, все, регистрация уже вот-вот-вот-вот на подходе И все сидят и вот прям, буквально в смысле молятся, хоть бы дождик закончился Ладно, прошло буквально прям 20 минут и все закончилось, весь дождь, все, и вышло солнце И тут приехала невеста, гости уже не садились на стулья, потому что, естественно, все промокло, но получилось очень-очень красиво Каждая свадьба, честно скажу, по-своему оригинальная, и чтобы быть честным перед зрителем, я хочу сказать, что, к сожалению, я не запоминаю какие-то моменты Ну, хотя это непредвиденные Да, да, но вот из последнего, то, что я помню, это вот как раз-таки непредвиденные обстоятельства Они, ну, как сказать, это, наверное, вот смекалка, это опыт работы ведущих, наверное, он меня выручил в тот момент и выручил даже не столько меня, сколько жениха с невестой Вот буквально ватерал на прошлой неделе все гости собрались в ресторане, мы ждем только жениха и невесту Мне говорят, что, ну, заранее, конечно, это было сказано, что регистрация будет в ресторане непосредственно Уже когда гости собрались, должна была начаться, приехать молодые, должна была начаться регистрация Я звоню молодым, молодые говорят, чуть-чуть подождите, Сергей, регистраторша не приехал И так продолжалось, наверное, раза три по 15 минут, то есть уже ждать некуда, регистраторша нет Что делать? Я из своих загашников достаю какие-то там наброски, краткие сценарии примерно, да, там, регистрации Звоню жениху с невестой, их уговариваю, все-таки, я говорю, да не переживайте, все у вас будет круто, проведу я эту регистрацию сам Они мне поверили, вот что самый, наверное, их главный шаг был, то, что они пошли на поводу у меня Регистрация прошла на ура с долей юмора, с долей импровизации, с долей каких-то там слезливых моментов, да Главное, что для них в этот день, главное, что в этот день была фраза, объявляю вас мужем и женой Они целовались и стали счастливы Дорогие гости, к сожалению, время нашего эфира ограничено, мы благодарим вас за участие Спасибо вам, что сегодня уделили время Я думаю, что вы зарядили сегодня наших телезрителей позитивом и положительными эмоциями А самое главное, я хочу сказать, что какой бы свадьба ни была, самое главное, чтобы молодожены любили и уважали друг друга И преодолевали все жизненные трудности И закончить сегодня нашу передачу мы бы хотели красивым, ярким, незабываемым моментом, который нам продемонстрирует Сергей Жужин Это песочная анимация Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok